Всем привет! И в этом видео мы поговорим о том, как обновить Сбербанк Онлайн на вашем Android-устройстве. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов. А также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Наверное, для вас уже не секрет, что с 16 января 2023 года приложение Сбербанк Онлайн перестало поддерживать свою старую версию приложения. И некоторым приходили смс-ки о том, что нужно будет обновить приложение, либо при входе в Сбербанк Онлайн вам писалось о том, что эта версия приложения уже устарела и нужно скачать новую. Как же ее скачать, если в Play Маркете ее нет в связи с последними событиями? Есть несколько вариантов, как это сделать. Они очень простые и займут у вас буквально пару минут вашего времени. Итак, для начала нам нужен браузер, но нам для начала его нужно подготовить. Для этого мы переходим в настройки, спускаемся вниз, выбираем приложение. Здесь выбираем все приложения. И либо в списке, там будет у вас список, либо в поиске ищите браузер, которым вы чаще всего пользуетесь, то есть которого вы будете все это делать. В моем случае это Google Chrome. Я вот перехожу на Google Chrome, листаю чуть ниже, и нам нужен предпоследний пункт «Установка из неизвестных источников». Здесь у вас должна стоять галочка вот эта. У вас вылезет такое окошко о том, что вы разрешаете установку, тут вас предупреждают о каких-либо опасностях, но это вам ничего не грозит, потому что вы будете скачивать приложение официально, то есть никаких там вирусов, угроз для вашего телефона не будет. Ставите вот здесь вот галочку и нажимаете «Ок». Все, мы браузер настроили. Далее переходим обратно и заходим в наш браузер. В поиске Яндекса или Гугла вводим «Сбербанк Андроид». Все, нам нужен официальный сайт «Сбербанка». Вот самый первый «Сбербанк.ком», вот мобильное приложение «Сбербанк для Андроид». Переходите на сайт «Сбербанка». Здесь у нас выбрана «Сбербанк онлайн для Андроид» и нажимаете «Скачать». Так, здесь нам чуть ниже надо пролистать. Вот у нас номер «Способ 2» и вот видите «Шаг 1». Здесь нажимаете «По ссылке». Все, у нас обрабатывается запрос. И вот нам предлагают скачать установочный файл «Сбербанка онлайна». Файл может быть опасен, но это не обращаем внимания, потому что мы скачиваем с официального сайта. Здесь проблем у вас точно не возникнет. Нажимаете все равно «Скачать», идет установка. Далее, как файл скачаете, вы его устанавливаете, и у вас будет самая свежая и самая новая версия «Сбербанка онлайна». Но не спешите закрывать этот ролик. Я вам еще расскажу пару моментов. У вас обязательно должны быть соблюдены вот такие условия, чтобы у вас приложение «Сбербанка» работало корректно. То есть, прямо на сайте нам «Сбербанк» и пишет, то, что вам нужно убедиться в том, что у вас на телефоне свободно не менее 700 мегабайт памяти. То есть, чтобы приложение у нас корректно установилось и корректно работало, нужна свободная память. Рекомендует нам также перезагрузить телефон. Также распространенная проблема, так как многие сервисы у нас сейчас заблокированы, люди пользуются VPN-ом, и из-за того, что он может быть включен, но вы забыли его отключить, у вас не будет скачиваться файл. Вот нас «Сбербанк» об этом тоже предупреждает. Если он вас включен, то его нужно отключить. И еще один не менее важный момент, который я вам хочу рассказать, чтобы вы больше не сталкивались с такими случаями, что вам нужно смотреть видеоролик, где-то искать информацию, как обновить «Сбербанк», он больше не работает, я рекомендую вам скачать российский аналог Google Play. Он называется «Рустор». Это российский магазин приложений, там, где есть все приложения, которые удалены из Google Play. То есть, банки, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк. Все вот это там есть. То есть, тоже у них есть официальный сайт, вот он «Рустор.ру» называется. Вы на него заходите и также скачиваете приложение. Вот. То есть, скачиваете «Рустор», установочный файл. Все, вот пошло скачивать, также его устанавливаете. И здесь, смотрите, все просто. Вот я уже его скачал, установил на свой телефон. Вот у меня «Рустор», я в него перехожу. Здесь, ну, очень похоже на Google Play интерфейс, даже может немножко поприятнее. Вот. И здесь вы просто в поиске вводите вот «Сбербанк». Да, вот вводите, начинаете «Сбербанк», вот он сразу дает «Сбербанк онлайн». Вот. И смотрите, в чем фишка. В том, что здесь он всегда есть, и здесь доступны все обновления «Сбербанка». То есть, что-то перестало работать, вы заходите в «Рустор», и, скорее всего, вам нужно будет просто обновить приложение. Вам не нужно будет искать кучу роликов, кучу информации, как, что сделать. У вас скачан «Рустор» на телефон, и все. И вы, в случае чего, можете в него зайти, посмотреть, может быть доступно обновление на «Сбербанке». И все, что нужно сделать, это обновить приложение. Все. Вот в моем случае, я давно не обновлял, мне просто нужно здесь нажать кнопку «Скачать обновление». Здесь надо зарегистрироваться, конечно, ну, там, через ВК, допустим. Неважно. Вот. Все. И у меня вот пошло скачивание обновления приложения. Все. И оно у меня будет корректно работать, потому что у меня установлена самая новая версия приложения. Вот. В принципе, на этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Даже если вам просто понравилось это видео, напишите под ним в любой комментарий. Обычно я отвечаю на все ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.